вы на канале лекарственные растения всем привет это яркое растение очень распространено его можно увидеть в квартирах офисах на лестничных площадках и пролетах подъездов а на побережье черного моря в самом теплом солнечном городе используют в ландшафтном дизайне и в оформлении клумб традисканция род многолетних вечно зеленых травянистых растений с ярко пестрыми листьями на длинных побегах семейство камелиновые ее еще называют зибрина или бабкины сплетни родиной растения считается латинская америка хотя встретить его можно и на других материках в тропических и субтропических зонах традисканция является многолетней лианой и имеет примерно сотню разновидностей побеги у нее ползучие или прямые полегающие и укореняющиеся на поверхности почвы листья эллиптические яйцевидные или ланцетовидные очередные имеются экземпляры как с однотонными зелеными листьями так и пестролистные разукрашенные полосками разнообразных оттенков цветочки традисканции небольшие обладающие тремя деликатными лепесточками их расцветка может быть разной белая розовая голубая или фиолетовая цветки собраны вне многочисленные верхушковые соцветия расположенные в пазухах листовых пластин красивая лиана не требующая особого ухода и неприхотлива в выращивании до сих пор радует любителей цветов зебрину хорошо иметь дома на своем подоконнике так как она увлажняет воздушное пространство вокруг а также обладает способностью нейтрализовать болезнетворные микроорганизмы возле себя и заглушать электромагнитные лучи от электроприборов целебные свойства растения были обнаружены несколько веков назад тогда ее с лекарственной целью выращивали в азии в буддистских монастырях на кубе растения используют в качестве средства при инфекции желудочно-кишечного тракта гастрите и метеоризме в венесуэле при сахарном диабете а на ямайке при туберкулезе но обычно листья традисканции используют как подорожник для заживления ран фиолетовая окраска листьев зебрины обусловлена содержанием водорастворимого пигмента растительного гликозида антоциана антоцианины эстрадисканции висячей обладает превосходной стабильностью по сравнению с экстрактом кожуры винограда и экстрактом ежевики в листьях и побегах обнаружены флавоноиды танины и органические кислоты в том числе фитонциды растительные стеориды кемпферол кверцетин витамины и макро микроэлементы исследования показали какие уникальные качества имеет традисканция листья способны очищать воздух и поглощать свободные радикалы обладает фиторемедиационным действием метод очистки сточных вод и грунтов регулирует процесс программируемой клеточной гибели а также обладает антиоксидантным антибактериальным и противовоспалительным действием для научной медицины это растение не представляет интереса зато зибрина пользуется огромным спросом в народной медицине азии стран латинской америки и лекарей по всему миру вот несколько проверенных рецептов от знахари чтобы быстро остановить кровь обеззаразить уменьшить опухоль и размер синяка при порезах царапинах и гематомах нужно к больному месту приложить свежий лист традисканции и закрепить его повязкой при парадонтозе десна натирают соком растения два-три раза в день продолжать нужно до тех пор пока состояние десен не улучшится при стоматите накладывают на пораженный участок десны кусочек бинта пропитанного соком зибрины на 15-20 минут при насморке из свежевыжатого сока листьев традисканции закапывают по одной-две капли в каждую ноздрю два-три раза в день при сильном насморке более эффективные тампоны пропитанные соком при сахарном диабете второго типа нужно взять две столовые ложки измельченных свежих побегов и листьев зибрины залить стаканом кипятка настаивать в течение часа процедить принимать нужно при соблюдении диеты по 1 3 стакана настоя три раза в день за полчаса до еды курс лечения две недели затем недельный перерыв после которого курс можно повторить интересный факт что кошки интуитивно чувствуют полезность традисканции и с удовольствием жуют ее сочные листья так что если в вашей квартире обитает кошка растение придется от нее защищать выделяя ей немного листьев в качестве живых витаминов противопоказания к его применению не выявлялись поскольку растение не до конца изучено и не применяется в официальной медицине тем не менее ограничение все же есть это индивидуальная непереносимость компонентов аллергические реакции детям до трех лет а также беременным женщинам и в период лактации и самое главное перед применением лечебного снадобья из любого лекарственного растения необходима консультация с врачом а на сегодня все используйте лекарственные растения с умом берегите себя и своих близких всего доброго друзья и до новых встреч на канале лекарственные растения а